Плохо, тарариши! С вами я, Антон Пестер. Сегодня у меня обзор на двух фигурок по звездным воинам Йоды и другого Йоды. Такого вот статуэтки. Меч тут такой, плохо лежит. И вот на такого, который будет по тревоге, по фильму. Также у меня будет обзор на фигурку, которую я выиграл, но это рандомно. Это конкурс, я выиграл в поиске с адроидом. Азвэ охота называется, вот. Кайлорена. Такой огромный, мощный. У меня там полку все по длине занимает. И мои фигурки по звездному пути он скрывает, так загораживает. Давайте начнем с такого Йоды. Мне его подарили. Здесь ничего не написано. Он такой вот мультяшный. Кажется, что вот по воинам клонам. Или еще как-то от Бандаи. А хотя вот тут написано поще. Он никак не двигается, хотя вот ноги можно. Вот его отравить можно так. Ужасно. Так что вот обратно. Вот ему вот его световой меч. В целом они маленькие. Такой Йоды и есть. Невысокий. Рост не имеет значения. У него такие вот зеленые глаза. Следующий Йода, это по фильму. Он уже вот двигается, уже как-то похож. Но при этом у него вот видны артикуляции. У него вот голова двигает. Смотрите, на 360 градусов. Все, вот полностью. 360 градусов. Ой, видны. Ноги еще можно, но они вот так ограничены. Было бы прикольно, если бы вот плащ можно было бы снять. Руки поднимать можно. Это в комплекте с Энакином шло. По третьему эпизоду. Ну, у Энакина я делал обзор. Там у них еще такие вот штуки были. Они у меня есть. И просто я их пока не нашел. Я их не потерял. Просто где-то валяются. Тут не снимается вот такая вот. Ну, такой луч с этого меча. Только так. Кто из них вот выше? Ну, этот больше. Смотрите, какая голова. Сравнение. Теперь. Обзор гигантского Кайло Рена. По Звездным войнам. Пробуждение силы. В 2015 года. Хотя, в последних джедаях он так же вот выглядел. Просто без плаща как-то. Тут у него, если что, говорю заранее. Не снимается этот вот плащ. А этот вот капюшон не снимается. И маска не снимается. Как будто вот 60, где-то 40-60 сантиметров. Смотрите, какие у него ноги. Я подобное видел с фигуркой. Фигурками по Звездным войнам 3 эпизоду. Там Энакин был, который превращался в Дарта Вейдера. Помню те времена. Смотрите. Давайте его детально рассмотрим. Тут у него такой вот пояс. Ремень, можно сказать. Он не снимается. Но хотелось бы, чтобы как-то вот плащ, капюшон можно было снять. Этот вот плащ какой-то не очень. У меня был выбор его вот оставить таким вот запечатанным. Потому что ценится это. Можно продать потом. Но коробка была не очень. Дать его. Отдай световой меч. Как он крепко совсем. Еще так скрипит как-то. Смотрите, какой световой меч. Жесть, как это круто. Было бы еще вот здесь и вот подобное. Дартбол 2.0 Если вот так вот перевернуть, покрасить и вот этой вот линии как-то убрать. Видите, как он зажигается. То будет какой-то вот обычный меч. Вот так остыргается все. Голова, я говорю, неподвижна. Руки. 90 градусов что ли? А, да, 90 градусов. А нет, даже... А, нет. 95 что ли? Градусов. Смотрите. Ноги. Тут написано... И этот конкурс был вот официальный. Я еще там пазл выиграл и журнал. Пазл я собрал. Могу потом показать вам в другом обзоре. По обзору Гарри Поттера, который собрал больше ста просмотров, я вот решил записать этот. Смотрите, что у него тут. Вот реально, могли бы это снять. Можно... Возможенность. А тут вот так. Это когда вот его садишь куда-то, вот так, чтобы он сидел, то у него вот такая вот дырка. Неприятная. Это как... Есть такие фигурки Хейнера, они вот... Примеры такого-то размера, но повыше. У них такая же вот артикуляция, у них голова хоть двигается. А вот этого голова не двигается. Посмотрим ему в лицо. Ну и маску можно было снять. Еще тут не заметят, какая-то вот... Это с виду кажется, что буква Р, но на самом деле нет. И вот представитель к этим фигуркам могли бы вот рукоятку, что ли, так и сделать, снять. Ну ладно. Кстати, я еще не обратил внимание, смотрите, какие тут гусируются. Какие тут линии красивые. Детализированные. Реально. Еще такие вот чешуи. Пускай это пластиковые, но... Это все-таки не Hot Toys. Никакие там не 1.6. Это больше, чем 1.6. Но смотрите, как это... Все это как-то с душой сделано. А, кстати, они вот, оказывается, двигаются. Я не замечал. Смотрите, как можно. Он может так вот, что ли, толкнуть кого-то. Ну, Рей, например. Или Фина. Или может так и душить, как Дарт Вейдер. Могли бы еще что-то, я не знаю, кассуаром добавить. Хотя у него бы только вот меч. Так, фигурка. Фигурка. По их 10 из 10 каждой. Это не фигурка, а совсем такая статуэтка. Маленькая. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Корабль. С вами был я, Антон Фестер. И да пребудет с вами сила и логика. Все. Всем спасибо. Ожидайте новых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok